здравствуйте мальчики здравствуйте девочки добрый день дорогие друзья я с удовольствием вас приглашаю на урок русского языка мы пришли сюда учиться не лениться а трудиться работаем очень старательно и слушаем все меня очень внимательно проверьте ребята готовность к уроку русского языка откройте свои тетради запишите сегодняшнюю дату итак мы с вами начинаем для минутки чистописания ребята мы с вами сегодня возьмем две русские поговорки посмотрите первое маслом кашу не испортишь и вторая поспешишь людей насмешишь эти пословицы мы с вами прекрасно знаем и можем их объяснить запишите эти две пословицы к себе в тетрадь красиво аккуратно обратите внимание ребята в этих пословицах я выделила красным цветом окончание не испортишь окончание ишь поспешишь окончание ишь насмешишь окончание ишь как вы думаете почему я это сделала верно ведь на прошлом уроке ребята мы с вами говорили о том какие же глаголы относятся к глаголам второго лица настоящего и будущего времени и мы сразу вспомним с вами что в таких глаголах имеются окончание ешь 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 ишь обязательно с мягким знаком на конце и мы с вами говорили о том что это у нас ребята орфограмма слушаешь окончание ешь учишь окончание ешь читаешь окончание ешь молодцы вспомнили давайте с вами потренируемся на доске у меня записаны глаголы читаем вместе со мной звонить спать цвести стучать плыть лететь что вы заметили верно все эти глаголы в неопределенной форме это начальная форма глагола а давайте мы с вами побудем волшебниками и превратим все эти глаголы так чтобы эти глаголы стали второго лица настоящего будущего времени единственного числа ты что делаешь звонишь окончание будет ишь ты что делаешь спишь окончание будет ишь цветешь окончание будет ешь стучать а второе лицо будет ты стучишь окончание ишь плыть а второе лицо будет плывешь окончание ешь лететь летишь окончание ишь я думаю что ребята все вы справились и вспомнили орфограмму глаголов второго лица единственного числа настоящего и будущего времени окончание еще раз ешь ешь и и обязательно с мягким знаком на конце а мы с вами шагаем дальше посмотрите ребята оказывается по личным окончанием глаголы делятся на две огромные группы существуют глаголы первого спряжения и существуют глаголы второго спряжения в русском языке заведено слово спряжение очень длинновато для написания поэтому в русском языке придумали сокращение и будут подписывать это слово сокращенно спр с римскими цифрами в скобках посмотрите у меня показано зеленым стержнем первое спр спряжение второе спр спряжение вот когда нужно будет вам определить спряжение глагола вы именно так и будете подписывать первое спряжение и второе спряжение давайте посмотрим ребята на большую таблицу как же у нас спрягаются глаголы в настоящем времени какие ЖИ глаголы в настоящем времени относится к первому спряжению в единственным писем а какие ко второму спряжение в единственном числе а также узнаем и про множественное число внимательную вместе со мной читаем таблицу Итак, первое лицо, единственное число. Первое спряжение. Иду, окончание у, читаю, окончание ю. Это первое спряжение. Второе спряжение. Стою, учу. Второе лицо, единственное число. Ты идёшь, окончание ёж, читаешь, окончание еж. А второе спряжение. Стоишь, окончание иж, учишь, окончание иж. Не забываем про мягкий знак. Третье лицо. Он, она, идёт, окончание й. Читает, окончание е. Это первое спряжение. Второе спряжение, третье лицо. Стоит, окончание ид. Учит, окончание ид. Это, ребята, было единственное число. Посмотрите глазки вниз. Множественное число. Мы, первое спряжение. Идём, читаем. Второе. Стоим, учим. Второе лицо, первое спряжение. Идёте, читаете. А второе спряжение. Стоите, учите. Третье лицо, первое спряжение. Идут, читают. А второе спряжение. Стоят, учат. Это, ребята, были глаголы настоящего времени. А мы с вами давайте посмотрим на таблицу, как же изменяются, спрягаются глаголы в будущем времени. По такому же принципу первое спряжение и второе спряжение, единственное число и множественное число. Начинаем. Первое лицо, единственное число к первому спряжению. Пойду, прочитаю. Это будущее время. Второе спряжение, постою, выучу. Второе лицо, пойдешь, прочитаешь. Второе спряжение, постоишь, выучишь. Третье лицо, пойдет, прочитает. А второе спряжение, постоит, выучит. Это единственное число в будущее время глаголов. А теперь множественное число. Первое лицо, первое спряжение, мы пойдем, окончание ем, прочитаем, окончание ем. А во втором спряжении, постоим, окончание им, выучим, окончание им. Второе лицо, первое спряжение, множественное число, пойдете, прочитаете. А второе спряжение – постоите, выучите. Третье лицо, первое спряжение – множественное число – пойдут, прочитают. А второе спряжение – постоят, выучат. Молодцы! Это у нас были спряжения глаголов будущего времени. Мы с вами, ребята, должны разобрать еще один вариант – сложное будущее время. Мы с вами знаем, что это за сложное будущее время. Это когда форма будущего времени состоит из двух глаголов. И ключевой глагол, ключевой глагол там – буду. Посмотрите, единственное число и множественное число. Первое лицо. Что буду делать? Буду читать. Множественное число. Что будем делать? Будем читать. Второе лицо. Что будешь делать? Будешь читать. Что будете делать? Будете читать. Третье лицо. Что будет делать? Будет читать. Что будут делать? Будут читать. Здесь, ребята, вы должны обратить внимание, если форма будущего времени состоит из двух глаголов, то при спряжении изменяется только личное окончание глагола «быть». Посмотрите. Буду – будем. Будешь – будете. Будет – будут. Молодцы! А теперь, ребята, если все эти три большие таблицы кратко записать в одну большую таблицу, то вот что у нас с вами получится. Посмотрите, как же выглядит таблица спряжения глаголов. Единственное число, множественное число, первое, второе лицо, первая часть таблицы – это все окончание глаголов первого спряжения, а вторая часть таблицы – это все окончание глаголов второго спряжения. На данном этапе, ребята, вы должны пока запомнить, что все глаголы, в которых в окончании присутствует буква «е», то это глаголы первого спряжения. А глаголы, в окончании которых присутствует буква «и», это глаголы у нас второго спряжения. Со временем, ребята, вы должны будете выучить эту таблицу наизусть, чтобы каждый раз в нее не подглядывать, а знать наизусть и легко и быстро определить спряжение того или иного глагола. Мы с вами пока начинаем учить эту таблицу, и вы обязательно справитесь. А теперь давайте, пожалуйста, ребята, обобщим все то, о чем мы с вами говорили. Давайте прочитаем отрывок замечательного стихотворения русского поэта Сергея Александровича Есенина вместе со мной. Черемуха душистая развесившись стоит, а зелень золотистая на солнышке горит, ручей волной гремучую все ветки обдает и вкратчиво под кручею ей песенки поет. Конечно, этот отрывок стихотворения всем нам знаком. Давайте, ребята, попробуем найти и выписать вместе со мной все глаголы из этого стихотворения. Итак, глазами поднимаемся на первую строку и начинаем выписывать глаголы. Мы с вами понимаем, что это глаголы. Стоит, горит, обдает, поет. У нас с вами получился столбик из четырех глаголов. Теперь, ребята, давайте мы с вами проспрягаем, дадим характеристику каждому глаголу. То есть определим лицо, в этом нам поможет местоимение личное, число, мы с вами легко можем определить, и спряжение. Это та таблица, которую мы с вами глазами уже изучили. Итак, стоит она. Это третье лицо, единственное число. Посмотрите, я вам подсказку дала с буквой И. Значит, второе спряжение. Окончание ИТ. Горит, окончание ИТ. Третье лицо, единственное число. Вспоминаем подсказку с буквой И. Второе спряжение. Обдает, окончание ЙОД. Третье лицо, единственное число. Вспоминаем подсказку с буквой Е, ну или с буквой ЙО. Значит, первое спряжение. Поет. Третье лицо, единственное число, с буквой ЙО или с буквой Е. окончание йод, значит первое спряжение. Молодцы! Дома, ребята, вы должны будете обязательно потренироваться, поизучать все те таблицы, которые мы с вами сейчас изучили пока глазами. Все эти таблицы, ребята, присутствуют в учебнике на странице 88, 89 и 90. Изучая эти таблицы, вы потренируетесь в упражнении 186 как раз определять спряжение глаголов, а таблица с окончанием спряжения глаголов вам будет помощница. Я думаю, что вы дома обязательно потренируетесь и пока по таблице правильно определите спряжение того или иного глагола. Будьте внимательны, находите окончание, а по окончанию вам будет легко понятно, какое же это спряжение, первое или второе. Итак, ребята, на уроке сегодня мы с вами распределили все глаголы на два спряжения. Первое спряжение и второе спряжение. И дома вы обязательно изучите эту таблицу. Я думаю, что вы оцениваете свою работу на уроке плодотворно, потому что много поработали, разобрали одну из самых сложных тем русского языка. Но это, ребята, только начало. Вы обязательно справитесь. На этом наш урок русского языка завершен. Я говорю вам, вы большие молодцы. Спасибо за урок.